Привет всем! С вами Алексей Кравченко, основатель Академии консалтингового бизнеса и наша постоянная рубрика BCA News. Сегодня я предлагаю поговорить о том, чем порадовал украинский народ за президент Владимир Зеленский в 2020 году. Если вам нравится то, что мы делаем, обязательно подпишитесь на наш канал и поддержите это видео лайком. Так о выпусках BCA News узнает как можно больше людей. Итак, начнем. Прошедший год показал, что президент и его молодая и совсем еще зеленая команда окончательно выбрали основной стиль общения с народом. Нет, это отнюдь не видосики. Низкопробные ролики, штампуемые Z под маркой «У меня тоже есть смартфон». Это скорее всего способ донесения информации до определенной категории населения. А вот стилем общения и его главной фишкой является либо тотальная ложь, либо, если пока непонятно о чем врать, абсолютно информационный вакуум. Ирония заключается в том, что вся эта ложь является настолько явной и очевидной, что и самого Зеленского и его окружение тут же на ней ловят. Но они каждый раз успевают лятнуть или, как сейчас модно говорить, мендельнуть что-то еще более странное и нелогичное. Таким образом моментально переключить внимание публики. В чем в чем, а в умении создавать идиотские ситуации и мгновенно находить им объяснение за команде не откажешь. Знаете, я сам в юности с удовольствием играл в КВН, а потому хочу сказать господину президенту, как юрист и бывший КВНщик. Коллега, экспромт хорош во время КВНовской разминки, а от главы государства мы все же ждем предсказуемого поведения и четкого плана действий. Поверьте, Владимир Александрович, ваш 95-й квартал на Банковой и в стенах Верховной Рады всем порядок уже поднадоел. Если у кого-то еще остались сомнения, что все мы с вами сидим в зрительном зале театра абсурда, тогда давайте разберемся по порядку. Начался год с того, что Владимир Зеленский по кличке, а какая разница, съездил в Оман. Что там делал Владимир Александрович неизвестно до сих пор, но запутался он в своих показаниях основательно. То говорил, что отдыхать ездил, то доказывал, что решал дела государственной важности. В общем, тут помню, тут не помню, что, как все мы знаем, часто бывают в период длинных новогодних праздников. Но народу это не понравилось и закончился год тем, что, как показали последние рейтинги, Зеленский продолжил стремительно терять поддержку своего электората. На сегодняшний день деятельностью президента Украины недовольно 65% Украины. Этот показатель очень огорчил за команду, потому на сайте президента мгновенно появилась новость о том, что 93% украинцев считают президентскую инициативу «Вылык и будивництво» самым позитивным событием года. Но после того, как фонд «Демократические инициативы», проводивший опрос и лично научный директор фонда Алексей Гарань, фактически обвинили президента и его офисы в манипуляциях, социологии и откровенной лжи, сообщение на президентском сайте изменилось и стало вот таким. Так что же произошло на самом деле? А то, что согласно опросу «Большую стройку» упомянули только 11,3% респондентов, а из них уже положительно к ней относятся 93%. Нехитрые подсчеты позволяют увидеть истинную поддержку президентской инициативы 10,5% респондентов. А это, цитирую слова Алексея Гараня, все-таки не 93%, как написали господа из офиса президента. Но новость пошла гулять по интернет-сайтам и соцсетям. И если бы это было правдой, вряд ли бы партия президента проиграла бы местные выборы во всех областях и областных центрах, а также в родном для Владимира Зеленского кривом роге. Более того, свыше 80% опрошенных заявили, что считают коррупцию главным фактором, влияющим на жизнь в стране в 2020 году. Алексей Гарань также заявил, что распространение неправдоподобного сообщения офисом президента является тревожным знаком, так как это указывает на попытку манипуляции общественным мнением. Если бы ложь исходила только от офиса президента, это было бы полбеды. Как-никак, но сотрудников офиса теоретически можно сменить. Но что же делать с самим Зе, который наконец-то вышел из-за экрана смартфона и дал интервью печатному изданию «Фокус». В разговоре с журналистами речь зашла о причастности к коррупции замглавы офиса президента Олега Татарова в прошлом регионала спикера министра МВД времени Януковича Виталия Захарченко и верного партнера Андрея Портнова. Это именно тот Татаров, который, напомню, рассказывал о том, как майдановцы сами себя постреляли. Зеленский и Ермак взяли Татарова на работу, курировать деятельность силовых органов. Надо же было кого-то противопоставить бессменному министру МВД Авакову. Татаров попал под подозрение НАБУ в коррупции по делу Макетася, о чем мы неоднократно рассказывали в наших выпусках. Татарова защищали всем миром. Генпрокурор Венедиктова срывала следственные действия НАБУ, а советник за президента Подоляк врал об отстранении Татарова от должности. А офис президента и сам господин Зеленский просто хранили молчание. И вот, наконец-то, все дождались комментариев от президента. Цитирую. «Я даже не могу делать такие выводы. Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом. Он не работал в офисе. Поэтому фразы «во времена Зеленского опять коррупция» нечестные. Это ранит, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже». После этих слов так и хочется посочувствовать бедному президенту. Он взял к себе в команду украинофоба, преданного предшественника Януковича, человека, которого обвиняют непосредственно в причастности к многомиллионной коррупционной схеме. Конечно же, это ранит Зеленского в самое сердце и горчает его до слез. Видимо, по этой же причине Зеленский предпочитает не видеть других явных провалов в управлении страной. В том же интервью президент говорит цитату «Хочу подчеркнуть, что если те, кто работают со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не воровали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали». Ох, мне кажется, что у нашего президента что-то просто со зрением, ведь он не смог прочитать текст письма Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. А ведь именно в этом письме, направленном президенту Владимиру Зеленскому, лично Комитет выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану. При этом, по словам того же Зеленского, все люди в стране только и ждут одного – когда посадят Порошенко. Серьезно? Это именно то, чего ждет от президента народ Украины? Или это в Зеленском говорят какие-то личные обиды, и именно поэтому чуть ли не в каждом своем видосике он так или иначе упоминает и своего предшественника, и партию, которую тот возглавляет. Например, вот так. Другое читание государственного бюджета Украины. Я надеюсь на такую же вашу солидарность, хотя… Поганное слово. На вашу единность. Ну или еще круче, когда вот так. И на 65 миллиардов больше, ведь часив, ку**, 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 ку**. Ку**, 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 ку**. Сори за лайку. Далее. Кстати, в последнем примере Зеленский четко показал, что он до сих пор не вышел из состояния предвыборной гонки и продолжает делить народ Украины на своих. Тех, кто уже просто отбил ладони, аплодируя Володе, и чужих, кому то, что делает Владимир Александрович, как-то не по душе. Помнится мне, именно этой тактики придерживались в штабе Януковича еще в далеком 2004 году, когда делили украинцев по сортам. Кстати, исключительно к своему ядреному электорату, а не к украинским гражданам, обращался господин президент в своем новогоднем представлении. Простите, оговорился, в новогоднем обращении. А что вы думаете, коллеги, по поводу эксплуатации темы детей в саморекламе президента и использовании детского труда, как говорится, в ночное время? Напишите, пожалуйста, свои комментарии под этим видео. Детально же разбирать речь Зеленского в новогоднюю ночь я не вижу смысла, потому что вранье там на каждом шагу и в каждом слове. И о том, что весной мы начали болеть. Ведь мы-то точно помним, что весной никто не болел, а маски и дезинфекторы из аптек пропали из-за ажиотажа и спекуляций. Что Зеленский первым взялся за строительство дорог, хотя их ремонт был начат за год до того, как Владимир Александрович стал президентом. Но высшей степенью лицемерия стали слова за президента о 158 днях тишины на Донбассе. Возможно, у Зеленского проблемы со слухом, если ему чудится тишина там, где противник ежедневно обстреливает позиции наших военных. На самом деле все выглядит весьма плачевно. Президент Украины сказал о том, что в сложившейся ситуации нам остается надеяться только на чудо. А точнее на суперменов. Суперврачей, суперучителей, потому что профессионалов, видимо, у нас в стране уже не осталось. И, безусловно, самым главным суперменом, рыцарем без страха и упрека выступает сам Владимир Зеленский. Грустно, коллеги, очень грустно, ведь именно профессионализм – это основа развития в любой сфере. В том числе это касается и формирования тарифов, с которыми Зеленский сделал избирателей еще раз. Впервые это случилось перед выборами, когда Зе, ничего не обещая напрямую, убедил часть населения в том, что в случае избрания его президентом тарифы резко упадут. Ну не чудо ли? Потом он соврал еще раз, когда год назад сказал В результате люди так обрадовались новым платежкам за газ и тепло, что уже в начале 2021 года начали перекрывать дороги в разных городах Украины. После того, как президент перед Новым годом согласовал поднятие тарифов на газ и электроэнергию, а перед старым Новым годом приказал тарифы снизить, я уже боюсь думать о том, какие сюрпризы наш супермен подготовил для нас еще. В общем, все как в простоквашино. Чтобы снизить тарифы, надо сначала поднять тарифы. Только дядя Вова у народа на это денег нет. А с другой стороны, откуда Владимиру Александровичу знать, чего хочет и чем живет народ? Верить никому нельзя, везде зрада и порохоботы. И, видимо, за мнением народа отправился наш горячий любимый президент в Буковель, где в разгар пандемии и карантина активно общался с народом и почему-то без маски. Не подумайте, я считаю, что президент тоже человек и тоже имеет право отдохнуть и провести время с семьей. Меня поражает тот цинизм и неуважение Зеленского и к законам Украины, и к ее гражданам, и к статусу президента нашей страны. При этом, по словам самого же Зеленского, он считает себя чуть ли не единственным честным человеком в Украине, а свои видосики единственным достоверным источником информации. А всем несогласным Вова всегда может сказать. Идить у сраку. А что вы думаете, друзья, обо всем происходящем? Напишите, пожалуйста, об этом в своих комментариях, поскольку мнение каждого из вас очень важно для нас. А с вами был Алексей Кравченко. Я традиционно вам желаю успехов во всех начинаниях. Удачи, пока!